Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Весна вступила в свои права, но холода пока еще не думает отступать. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью снег, днем мокрый снег, дождь. Ветер северной четверти, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 10. В горах местами до минус 16. Днем минус 2, плюс 3. В горах местами до минус 7. На дорогах местами гололедица. В Черкесии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северной четверти, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 8. Днем 1,3 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске на базе 18-й гимназии стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2022». Как соревнуются лучшие в одной из важных профессий, расскажет Ахмат Халкечев. В этом году на муниципальный этап вышли 14 участников, которые уже подтвердили уровень своей исключительной компетентности на внутришкольных этапах. Первое испытание называется «Методическая мастерская». В полуфинале участники проведут конкурсный урок. Ну а в финале, куда пройдут шестеро, будет классный час. В составе компетентного жюри исключительно педагоги-профессионалы, представители практически всех общеобразовательных учреждений республиканской столицы. Участие в конкурсе, во-первых, дают накопить побольше опыта именно в сфере нашей работы. То есть не только показать себя и свою копилочку принести на этот конкурс, но и посмотреть на других конкурсантов, послушать их и принять для себя какие-то тоже выводы сделать. Муниципальный этап продлится до 25 марта, ну а республиканский стартует в апреле. Победитель регионального этапа и поедет осенью представлять регион на всероссийском уровне. Это самый приоритетный конкурс. Вообще всегда на заключительном этапе с финалистами всегда встречается президент Российской Федерации. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы представитель с города Черкеска не просто занял региональный этап, стал победителем, но мы стали бы победителями на заключительном этапе. К сожалению, от Карачаева Черкесии пока победителей не было. То есть, смотрите, если на заключительном этапе наш представитель побеждает, то заключительный этап проходит именно в регионе победителя. Уже два года подряд победители муниципального этапа в Черкесии подтверждают звание лучшего и на уровне республиканском. Обращаясь к участникам, руководитель управления образованием мэрии Черкеска Сусана Калмыкова подчеркнула, что сильно рассчитывает на продолжение этой традиции. Мне бы хотелось, чтобы в этом году мы также выглядели достойно, а самое главное, также достойно выглядели на заключительном этапе Учитель года 2022 года. В течение последних четырех лет по инициативе депутатов городского заксобрания республиканской столицы победитель и призер муниципального этапа в Черкесии, помимо всеобщего признания, получает еще и ощутимую денежную премию. Ахмад Халкечев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. С 1 января в различных сферах законодательства произошли актуальные изменения. А именно внесены изменения в законодательные акты в части защиты социальных выплат. Новшество принято относительно защиты пенсионных накоплений, граждан и материнского капитала. Также есть изменения в законодательстве для водителей автомобилей. Об этих и других изменениях в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой расскажет прокурор отдела правовой статистики информационных технологий и защиты информации прокуратуры Карачаева-Черкесии Теймурас Абзеев. Доброе утро всем. Доброе утро, Теймурас Азнаурович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости на нашу программу. И сегодня мы будем говорить о тех актуальных изменениях в различных сферах законодательства, действующих с 2022 года. И первый мой вопрос такой. С нового года какие изменения внесены в законодательные акты в части защиты социальных выплат? Наиболее актуальном нужно отнести от 30 декабря 2021 года подписан закон предусматривание создания механизма защиты социальных выплат. Скорректированы законы об ипотеке, о потребительском кредите и об исполнительном производстве. По правке предусмотрены защиту социальных выплат граждан, списание в счет погашения задолженности, в том числе по потребительскому кредиту, займу, а также по исполнительным документам. В частности, перечень доходов, на которые не может быть обречено взыскание в рамках исполнительного производства, включены все соцвыплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. Соцвыплаты беременным женщинам, а также денежные выплаты малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи. Также федеральным законом предусматривается право должника гражданина подать заявление о сохранении иммунобанковском счете, заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере величины прожиточного минимума не только в службу судебных приставов России, но и непосредственно в банк. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки введения их действия. Скажите, что касается пенсий, материнского капитала. Какие-то ношества здесь есть? Конечно, есть. Внесены изменения, касающиеся защиты пенсионных накоплений и порядка индексации материнского капитала. В частности, урегулирован вопрос возврата лицам застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования, части средств пенсионных, накоплений в случае неправомерного перевода этих средств из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные пенсионные фонды или из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, и признание судом соответствующего договора обязательного пенсионного страхования недействительным. Также федеральным законом изменен порядок интеграции материнского капитала, установлено федеральным законом дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей. Эти средства будут индексироваться, исходя из индекса рост потребительских цен за предыдущий год, что позволит увеличить размер материнского капитала. Что касается алиментов, что изменилось при привлечении к административной ответственности? Одной из мер ответственности родителей является обязанность уплаты алиментов на содержание детей в размере, установленном решением суда, либо нотариально удостоверенным соглашением. Изменился порядок привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов. Административная ответственность, предусмотренная статьей 5.35.1 Кодекса об административных пронарушениях Российской Федерации, наступает в том числе и за неполную частичную неуплату средств на содержание детей или нетреспособных родителей. Но тут же есть еще уголовная ответственность? Да, есть уголовная ответственность. Федеральным законом от 30 декабря 2021 года уточнен порядок привлечения к уголовной ответственности злостных неплательщиков алиментов. Несны изменения в статью 157 Кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за неуплату алиментов. Теперь уголовная ответственность наступает и в том случае, если лицо, обязанное уплачивать алименты, неполно уплатило средства на содержание детей, то есть в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соответствующим соглашением. При погашении задолженности в полном объеме лица будут освобождаться от уголовной ответственности. А для водителей автомобилей есть какие-то новые, ну или как сказать, новости в законодательстве? Есть. 30 декабря 2021 года принят закон об отмене обязательного техосмотра, принадлежащего гражданам легковых автомобилей и мотоциклам. При этом техосмотр остается обязательным для транспорта, используемого в коммерческих целях или служебных целях. При постановке транспортного средства старше 4 лет на государственный учет или совершении с ним регистрационных действий в связи со сменой владельца. Также при совершении регистрационных действий в связи с изменением конструкции и заменой основного компонента транспортного средства. Кроме того, транспортные средства с действующей диагностической картой освобождены от проверок технического состояния в рамках госконтроля за безопасность дорожного движения. Исключение составляет в случае визуального обнаружения инспекторов признаков технической неисправности, угрожающей безопасности дорожного движения. Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования. Все мы знаем, что есть у нас злостные нарушители автомобильного движения, правил дорожного движения. Какие-то изменения внесены в уголовное законодательство, касающиеся ответственности этих нарушителей злостных? Злостных нарушителей правил дорожного движения будут наказывать в соответствии с требованиями уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей об ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управлять транспортным средством. В частности, предусмотрено наказание за повторное превышение скорости более чем на 60 км в час, либо повторный выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, в том числе санкция, штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, срок лишения свободы до двух лет. За повторное нарушение ПДД водителям, ранее осужденным по этой статье, штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а срок лишения свободы до трех лет. Вот заходя в какой-нибудь магазин, ну или куда-нибудь, мы часто видим вот эти ящики для благотворительности. Это такая тоже тема, мне кажется, актуальная. Есть ли они ложные, к примеру? Как их наказывают? Есть ли вот что-то такое, чтобы их привлечь к ответственности? Федеральным законом также 30 декабря 2021 года, номер 4668 ФСР, устанавливается административная ответственность за мелкое хищение жирового имущества. Стоимость которого не превышает 2500 рублей, совершенной с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, который не имеет на это права осуществления данной деятельности, путем мошенничества. Либо за установку использования ящика для сбора благотворительных пожертвований физическим или юридическим лицом, который не имеет права на осуществление данной деятельности. Кроме того, устанавливается административная ответственность за несоблюдение некоммерческой организации, учредительным документом, которое предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора благотворительных пожертвований, порядка их установки, использования или извлечения имущества, собранного с их помощью. Рассмотрением дела об указанных административных правонарушениях отнесено к рассмотрению подведовственности судей. Правом составлять протоколы об административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел, то бишь полиции. Данный федеральный закон вступает в силу по истечении 60 дней со дня его официального опубликования. Ну вот много интересных тем мы сегодня затронули. Я думаю, в следующий раз вы еще расскажете про экологические законодательства, экологическое законодательство и про многое другое. Я благодарю вас за вот эту подробную информацию и желаю вам успеха в вашей работе. Спасибо вам. В художественной школе Черкеска открылась выставка преподавателей к столетию Карачева-Черкесии. В инсталляции представлены натюрморты, пейзажи, портреты талантливых мастеров, лауреатов и дипломантов различных конкурсов. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит. В рамках празднования столетия республики художественная школа выставила на суд зрителей лучшие работы преподавателей. Присутствующие говорили о магической красоте пейзажей, портретов, натюрмортов. В экспозиции представлено около 50 работ. Каждый педагог, помимо того, что он и педагог, он еще дополнительно должен работать творчески. И своим мастерством он должен делиться с учащимися. И я не хочу быть очень скромным, но я горжусь своим коллективом. У нас четыре человека, члены союза. Это даже в академиях такого нет, как у нас. Традиция очень большая. Идет здесь выбор такой, что преподаватели всех поколений. И те, которые когда-то открывали даже, если таки, эту школу, и те, которые у нас учились. Прекрасную оценку дала преподавателям талантливая писательница и журналист Шахриза Богатырева. Она глубоко прочувствовала многие картины и смогла сравнить их с работами величайших художников мира. Прихожу в художную школу, я понимаю, что я чем-то наполняюсь. Я наполняюсь новыми оттенками, новыми красками. Я понимаю, что человек, художник, мастер, он смог найти, вот как музыкант находит какую-то ноту, как какую-то удивительную запятую находит Пушкин или вот двоеточие, были у Цветаевой. Вот такой же оттенок, такой же нюанс находит художник. И ты смотришь и говоришь, да, я это видела, но он это смог собрать, воплотить, сгустить в удивительнейшем, вот просто вот в каком-то тоне, который это надо просто сидеть и мешать, мешать, мешать подвинуться. В художественной школе Черкеска обучается 320 учеников. С каждым годом их становится все больше. Каждому из них хочется прикоснуться к прекрасному. Они с придыханием стараются перенять опыт своих талантливых наставников. Завод школы вручила своим подопечным грамоты и благодарственные письма за участие в международной выставке «Красная книга глазами детей». Я очень рада учиться в таком прекрасном учебном заведении и получать дипломы работы здесь. И также тут очень хорошая выставка, очень хорошая работа, некоторые прямо очень мне понравились. Художественная школа приглашает всех желающих принять участие в экспозиции, оценить работы именитых преподавателей. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Плохая жена и гостью не рада премьера спектакля с акцентом «Досибейные ценности» прошла в Доме культуры Аула Хабес. Главные роли исполнили дебютанты актерского мастерства, работники районного отдела культуры. На шумной премьере любительского театра с вектором на профессиональной побывала и Фатима Даурова. Тем временем за кулисами витает легкий флёр волнения. До начала примера осталось совсем немного. Кто-то повторяет свои диалоги, вышагивая нервно вперёд-назад. А кто и высматривает через проём в декорациях все ли места, занятые зрителями. Для пятерых актёров, занятых в спектакле, это дебютный выход на сцену. Каждый из них, хоть и имеет отношение по роду своей профессии к творчеству, но здесь они впервые выступают в роли театральных актёров. Например, Руслан и Расул Тхакумашевы зрителю знакомы как исполнители эстрадных песен. На сцену выходило очень много раз, не в качестве актёра, а в качестве как певца. Всегда волнение присутствует. Сегодня волнение вообще катастрофическое. Песню ты выучиваешь, одну песню, например, тут текст полностью целый на полтора часа. И это очень, как это сказать, ну, волнение исходит вот из-за этого. Может, я где-то ошибусь, может, что-то не так скажу, может, где-то не... Ну, вот такое колоссальное волнение из-за того, что ответственность больше, чем у певца. В нас заложено, Артур Аликович это в нас вложил за эти там несколько месяцев, то, что мы готовим, это вложено в нас, что мы всё по-любому это сделаем сегодня. Артур Кедокоев – народный артист Карачаева-Черкесии, режиссёр постановки. И в этот раз выступил в роли сценариста. На собственный риск сочинил спектакль. Шумный, броский, с тонким юмором, понятным всем. Творческий замысел режиссёра воплощается на сцене через оформление, свет, музыку, актёрскую игру. Спектакль напоминает нам об истинных семейных ценностях, уважении и преданности друг другу, умению вместе преодолевать трудности. Связь поколений, взаимоотношения между старшими, младшими, о наших обычаях, традициях, что многое уходит, многое забывается, теряется, чтобы этого не было. Что самое главное – это всё-таки уважение к старшим, к старшему поколению и преемственность поколений. Спектакль раскрывает зрителю величие семейных ценностей через призму юмора и показывает нам, что же будет в семьях, если забудут об уважении к старшим, согласии, любви, традициях и обычаях народа. Герои живут своей ролью, не вызывая при этом ни малейшей мысли, что постановка проходит в театре. Творческий тандем режиссёра и актёров не оставил равнодушным никого. Люди соскучились по простым моментам, по возможности улыбаться, а актёры с отличием справились со своей задачей. Впечатления очень разнообразные, потому что, конечно, в первую очередь, это отличная постановка. С театральной, профессиональной точки зрения здесь всё великолепно. Игра актёров, и сценарий, и режиссура постановка, музыка, отлично, всё заставляет тебя полтора часа не отрываться вообще от сцены. Но в то же время, и это ещё важнее, посылы, смыслы, которые вложены сценаристом, режиссёром, это самое ценное в этом спектакле, потому что, ну, откровенно, и старых, и молодых зрителей заставляет задуматься о том, кто мы, как кавказцы, куда мы идём, как нам не потерять вот то самое наше драгоценное. Сегодня артисты на самом деле сумели показать, хоть они и сказали непрофессиональные, но они очень хорошо сыграли каждую свою роль. Я хочу их поздравить, их выступление состоялось. Я думаю, это не первое и не последнее. Мы ждём от них теперь дальнейших выступлений. И не зря ждут. Новоявленные актёры только вошли в раж, почувствовали сценическую магию и громкие овации при полном аншлаге. У творческого коллектива далеко идущие планы. Как только пройдут гастроли по аулам района, они примутся за постановку нового спектакля. У режиссёра уже есть определённые задумки. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести Карачаева, Черкесия, Хабез. Сегодня во дворце спорта «Юбилейный Черкеска» откроется первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек. Начало соревнований в 10 часов. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Продолжение следует...